Над самым молодым игроком каприза вы какое-то шефство берете или он уже на взрослый парень? Я думаю, что он уже многое прошел, еще у него большая карьера впереди, но сейчас главное, каждому взять шефство над собой. Каждый будет многое зависеть и каждая мелочь может решить, так что надо спокультироваться на себе впервые. На основании вашей пятой олимпиады опыта, как надо проводить свободное время, чтобы не отвлекаться на мелочь? В город не выходить, просто книжку читать, то, что вы читаете, фильм? Не надо выходить в город, почему нет. Здесь небольшие кафешки посидеть, пройтись, наоборот, надо чуть переключиться. Не надо сильно голову забивать до игры, поэтому... Потому что нам давали установку, говорили до олимпиады, что если ваш спортсмен выходит в город, к нему подбегают фанаты с российским флагом, вам нельзя фотографироваться, то есть отгонять их надо. В этом смысле, что... Ну, я не знаю, пока не подбегали, поэтому отгонять никого мы не будем. То есть такое правило, значит, поговорим, объяснимся и сфотографируемся без флага. И говорили вот про мелочи, то, что Словакия тренируется на основной арене, готовится к матчу, там, где играть будем. Два дня подряд. На тренировочной только раскатку будет. Здесь тоже хорошая арена, хороший лед. Вы не воспринимаете только неуважение там, может быть. А как вам тот стадион показался во время фотографирования? Красивый, новый стадион, дай бог, чтобы лед был хороший, вроде там потеплее, чем везде, где мы тренировали сейчас. Наверное, чуть надо будет привыкнуть, но завтра будет раскатка, поэтому, я думаю, этого будет достаточно. С вами в звене пробует Сергея Мазякина. Как-то игра звена от этого меняется, потому что все-таки он совершенно другой игрок, нежели там Галинин или Григорен. Ну, игра покажет по перестановкам, я думаю, Олег Валерьевич вам все расскажет. А вам как, например, на другой фланге играть? Насколько опыт? Я играл три года в Нью-Джерси направил в краю по этому минику. Эмоции от женского хоккей, как часто смотрите вообще, попали мне? Честно, первый раз в жизни смотрел вживую, да и по телевизору тоже, наверное, женский хоккей. Ну, то, что проиграли, конечно, не обрадовало, но было видно, что канадки, ну, как-то катаются побыстрее. И мне потом рассказали, что все самые сильные хоккейские именно в Канаде, в Америке, поэтому... Ну, если честно, это не мое, так что девчонки не обижаются, но женский хоккей это не совсем так, что... Канадки на канадцев похожи по манере игры, по... Ну, пару раз там силовые приемы серьезные были, и наши их так подбивали, и они, и поэтому... У них, правда, толкаться, я так понял, можно, но как-то только в особенном направлении, все никакой людей. Последний вопрос, насколько тут холодно? В Корее прям все дубак, особенно в горах. Да нет, это нехорошая погода. Нравится, да? Ничего, так... В Питере ветра такие же, поэтому... Похоже, да. Спасибо. У нас есть отличная команда здесь, поэтому... Но сейчас, конечно, я думаю, в Олимпиях. Конечно. Какая атмосфера в этой команде отличается, чем в Сочи? Мы всегда есть отличная атмосфера в этой команде. В Сочи, это один турнир, и здесь все очень отличное. Может быть, это немного less pressure, потому что мы не играли в доме, но... Ну, мы увидим, всегда есть pressure на российском команде. Вы знаете, фанаты ждут много, и мы будем пытаться быть более успешными, как мы можем. Илюш. Илюш. Спасибо. Никита Нестеров сказал, что Саша Овечкин передовал команде, что для него тоже должны сыграть. А с кем Саша разговаривал? С тобой или с кем-то еще? Ну, пока не разговаривали, но я уверен, что все ребята, которые в какое-то отношение имеют к хоккею, они переживают за сборную. Мы будем, в том числе, играть и за них, конечно. Кто-то из инфляторов передавал тебе непосредственно пожелания? Да нет, я сейчас более сосредоточен, я никакие там соцсети особо не залаживаю, на телефон не отвечаю. Что для тебя сейчас именно лично значит Олимпиада? Это рекорд у вас с Пашей до всех времен? Каждая Олимпиада – это огромная ответственность. Поэтому с большим удовольствием будем в ней принимать участие и будем надеяться, что будем успешны. Ну ладно.